Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем, как обычно, наш эфир в пятницу в 16 часов с обзора самых интересных событий. И сегодня у нас, я думаю, тоже хорошо вам известный человек. Это депутат Сейма, секретарь Президиума Парламента Андрей Климентев из фракции Согласия. Мы пригласили его не случайно, потому что был и вопрос на этой неделе в Парламенте, который именно относится к его сфере деятельности в Комиссии по социальным делам. Это так называемые пенсии вдовца или вдовы. И, естественно, был целый ряд законопроектов, которые инициировали националы, и которые благодаря партнерам по правящей коалиции были переданы в Комиссии. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Добрый день. Но, может, начнем действительно с этой пенсии вдовы или вдовца. Насколько я понимаю, в большинстве стран ЕС давно уже это есть. Да, здравствуйте. Совершенно верно. 13 января я был у вас, я проверил сейчас по календарю, был у вас в эфире. И обещал радиослушателям, что будут изменены некоторые нормы закона государственной пенсии, которые дадут возможность реально уже в будущем году получать новый вид пособия или пенсии по потере одного из супругов. Сегодня ничего. Напомню, что в Латвии сегодня, согласно закону государственных пенсиях, при смерти одного из супругов выплачивается в размере двух пенсий пособия. Это, между прочим, тоже поправка, которая была утверждена в моей редакции еще несколько лет обратно, когда действительно была возможность такая конструктивно говорить со властью. Сегодня ситуация сложнее, но, как я и обещал, 13 января дискуссия с депутатами от Вен-Утыбы и с фракцией ЗСС успешно завершились. Подключилось в том числе к нам и национальное объединение. И единогласно в среду на комиссии концептуально была поддержана поправка о том, что в будущем году появится новый вид пособия, который называется по потере, как бы не кормили, в данном случае, одного из супругов. И переживший супруг на протяжении 12 месяцев будет получать 50% от умершего супруга в пенсию. Но, наверное, справедливо и по-человечески тоже правильно. Почему? Потому что, насколько я понимаю, ведь мы знаем, что если еще два пенсионера, два сеньора могут выжить на две пенсии, складывая вместе, то когда человек остается один, если нет возможности детям помочь или нет детей, то, в принципе, это крах. Да, совершенно верно. Если двое супругов, пенсионеров, они могут как-то свой кошелек перераспределить по приоритетам, кварплата, налоги, лекарства, а потом по питанию, возможно, что остается и на какие-то другие виды деятельности, на огород, на дачу, то в случае, если остается один, то, к сожалению, не только тяжелая моральная потеря для пережившего, так как мы прекрасно понимаем, что стабилизировать человека в возрасте очень сложно психологически после таких потерь. И наваливаются все счета за квартиру. Очень часто эти квартиры бывают, как бы, рассчитаны на двоих, и поэтому даже вопросы решить по наследству, да, наследственный вопрос решается в течение года. Не забудьте, что заморозка счетов идет, то есть доступ к счетам тоже через какое-то время только возможно после смерти. То есть получается такая ситуация, что есть 2-3 месяца, когда человек совершенно потерял ориентиры, и как раз этот период очень хорошо, если бы государство выплатило хотя бы часть пенсии для того, чтобы стабилизировать финансовое положение, чтобы эти счета не накапливались, чтобы можно было добраться до тех, возможно, счетов, которые были оформлены на умершего супругу, чтобы можно было решить вопрос с недвижимостью и так далее. В этом случае чешская модель была перекопирована. Очень сложно шли переговоры. Вы прекрасно понимаете, что на протяжении трех лет я об этом говорил. И сегодня я могу сказать, что концептуальная поддержка есть. Мы планируем закончить рассмотрение закона о государственной пенсии в мае. Я надеюсь, что в мае он будет принят в двух чтениях в срочном порядке и будет подписан президентом. Еще одну норму мы улучшили. Министерство благосостояние предоставило на миллион евро специального социального бюджета для того, чтобы повысить пенсии для пенсионеров, которые вышли на пенсию в 1996 году. Десять тысяч таких персон, которым стаж будет учиться по новой формуле. Если честно, ему оплачивается один евро за отработанный стаж. Это будет полтора евро. Эта норма касается всех пенсионеров, которые вышли на пенсию до 31 января 1995 года. Здесь мы немножко расширили на год до 1996. В среднем это будет 25-30 евро для таких пенсионеров. Это понятно, что это не решает проблем, но какой-то шаг вперед. Все-таки миллион это будет стоить. И, к сожалению, пока не удалось договориться о других суммах. Потому что сегодня, до 15 апреля, в Европейской комиссии проходят очень сложные дебаты у наших представителей по поводу будущих политических инициатив по изменениям законодательства, которые имеют фискальный эффект. То есть, фискальная комиссия будет докладывать о всех наших предложениях. Еврокомиссия сегодня находится тоже не в лучшем виде. Мы прекрасно понимаем, что Европейский Союз сегодня теряет темпы развития экономического развития. К сожалению, выход при Великобритании из состава Евросоюза и Брексит тоже отражается на бюджете. То есть, сейчас, вне зависимости, какие доклады делают Каспин Кучинский и министр финансов Дэна Рейсензиозова, в Латвии нет такого оптимистического взгляда в будущее. Поэтому все наши инициативы, они проходят не только через сито наших партнеров по коалиции депутатов Сайма, но еще и через сито всяких возможных чиновников, которые надзирают нас со стороны Европы и фискальной дисциплины. К сожалению, у нас осталась все-таки не только Европа двух скоростей, при которой есть Европа с более развитой инфекцией, медициной, образованием, которая позволяет себе тратить больше, чем позволяет бюджет. Они живут с большим бюджетным дефицитом, но есть и вторая Европа, которая живет хуже, но все фискальные и бюджетные вещи к нам применяются с максимальным усердием силам. Мы видели, что происходит сейчас в Польше, когда их наказывают за всевозможные инициативы. Мы как-то не видели и не наблюдаем, когда нарушает Италия или Франция какие-то критерии фискальные, что на них наваливается. Весь Евросоюз угрожает лишить финансирования или отрезать европейских фондов. Вот такая сегодня у нас позитивная новость. Еще одна позитивная новость. Мои коллеги хорошо поработали в комиссии по правам человека. Да, четыре года национальное объединение с депутатами от Единства и Зеленых не хотели выпускать закон о праздниках и отмечаемых днях. В связи с нашей инициативой по православным праздникам. Вчера этот закон, несмотря на то, что он вышел с заявлением от комиссии, что он его не поддержит, получил большинство голосующих. То есть в первом чтении законопроект о праздниках прошел через пленое наседание. Поддержка православным праздникам появилась. Возможно, мы говорим о выходном дне. Но есть и какая-то очень странная вещь, которую вчера в том числе инициировали депутаты от Единства. Они дали возможность подать поправки к этому закону до октября. Это говорит о том, что окончательное чтение будет проходить или в конце срока созыва 12-го Сайма, или даже будет наследством у 13-го Сайма. Как вы понимаете, с одной стороны, радостно, что мы прошли через стадию первого чтения. Но с другой стороны, у нас есть устные заверения. Я вчера лично участвовал в переговорах с представителем Единства, главой фракции, о том, что не будет никакого обмана. Это реальное будет предложение, которое будет поддержано. И они всего лишь для октября это сделали под подачу поправок для того, чтобы национальное объединение не внесло в закон отмечаемую дату 16 марта. У них там свои внутренние заморочки. О 16 марте мы еще поговорим. Нет, я просто говорю, что почему октябрь? Я действительно сразу в течение 10 минут подошел к депутатам. Говорю, ребята, вы что творите? Если вы видите, что большинство есть по праздникам, почему по совершенно неполитическим, православным праздникам? Большинство депутатов проголосовало. Давайте как можно быстрее примут решение и снимут вопрос с повестки дня. Нельзя, конечно, сравнивать православные праздники со светскими 8 марта. Но с 8 мартом была такая же история. Как только мы поняли, что 8 марта можно поставить отмечаемый днем, вы помните, какое было сопротивление на протяжении 10-15 лет? Мы его поставили, и ничего не произошло негативного. То есть, в принципе, поправки сделаны так, чтобы уже после выборов по большому счету... Да, но еще раз говорю, что если у этих людей есть какая-то честь, то они должны по большому счету не отказываться от воли и извлений большинства. И действительно, если не боятся этого 16 марта, чтобы не было поправок, которое учтение подано, и чтобы не мешало бы правящим депутатам выходить из сложной ситуации, то давайте как-нибудь сделаемся по-честному. Ну, я совсем еще не разоверился в депутатах от коалиции. Надеюсь, что они не откажутся. Все-таки не только наши голоса были за поддержку этой поправки, но и региональные депутаты от многих партий, которые особенно базируются в Латгалии, то есть давление староверов довольно большое, не только православные давят на депутатов региональных округов. Поэтому я надеюсь, что Латгальцы вместе с Лидземскими додавят своих депутатов отправить, чтобы они не отказались от твоих слов. Но в любом случае, как бы, есть какое-то движение в позитивную, плоскость, да, все-таки сказываются выборы. Я согласен с многими скептиками, которые критикуют, что все поправки проходят только перед выборами. Ну, они более обостренно воспринимаются перед выборами, да. Но поверьте мне, что поправки, которые проходят негативно, которые отражаются на наших депутатах, на наших избирателях, да, они тоже так же быстро бегут вперед. Поэтому ситуация в парламенте сложная сейчас. Да, вот об этой ситуации мы еще чуть поговорим. Но все-таки, возвращаясь к пенсии, к теме, которая вам близка, и чем вы занимаетесь в парламенте уже не один год, вот есть такая инициатива, которая тоже сейчас рассматривается о том, чтобы можно было наследовать второй пенсионный уровень. Как вы к этому относитесь? Да, есть такая инициатива. Порядка 7 миллионов. Это потребность? Да. Нет, нет, нет. 7 миллионов в год банки передают социальному бюджету. Из тех средств, это средства, которые не востребованы в связи с тем, что жители Латвии не доживают до пенсионного возраста. Это очень большая сумма. То есть они платят, платят? Платят, и потом, к сожалению, не доживают до пенсии, банки не имеют права эти деньги держать за себя, они передают в бюджет социальный, в фонд, в бюджет солидарности. То есть из этих денег выплачиваются пенсии. Да, это большие цифры, да, это очень, конечно, очень плохая статистика. Понимаете, если люди не доживают в Латвии в таком большом количестве, это тоже трагедия для Латвии. И я считаю, что это упущение, прежде всего, медицины. Да, вся нормальная европейская семья увеличивает средний возраст, и мы идем к более-менее нормальным цифрам по Европе, то в Латвии, к сожалению, очень много людей не доживает. И да, здесь есть дискуссия, у нас есть за и против о том, что второй пенсионный уровень мог бы переходить хотя бы не с ним к детям, к пенсионеру, который пережил, или хотя бы прирост личного капитала, который пенсионер свои активные действиями размещает деньги по разным счетам или по разным программам накопил, тоже перешли бы в собственности наследников. Но это, ну дискуссия как бы началась, но сегодня, к сожалению, нет еще политического решения со стороны держателей бюджета, то есть министра финансов, они, наоборот, очень упираются по всем возможным вариантам поделиться деньгами. Сегодня в бюджете нормальная ситуация. Я же неоднократно заявлял и говорил, что сегодня у нас социальный бюджет в большом профиците. То есть миллиард – это очень хорошая цифра, которая накоплена. Естественно, для полумиллиона пенсионеров это очень быстро разойдется, если все остановится. Но пока не видно, что экономика в Латвии встает. Пока понятно, что прирост по всем бюджетным позициям, от ПВНа до социального налога. Я считаю, что необходимо сегодня вкладывать в людей и перераспределять свои средства смелее. Надеюсь, что международная организация, которая только что вынесла решение о том, что Латвия некорректно, нечестно, безответственно относится к людям, которые находятся на пенсии. Имеется в виду ОЕСИД, организация. Да, большая европейская семья была очень удивлена, что у нас такое большое количество пенсионеров с маленькими пенсиями, которые честно работали, которые честно отдавали всю молодость промышленности и народному хозяйству. Ну, другой стороны, ну, окаринственно, на территории Латвии, что живут так плохо. Поэтому я надеюсь, что наши очень заглядывают в рот всевозможным международным, брюссельским и вашингтоновским ревизором, я надеюсь, что они будут не так быстры на реакцию, как по банкам, но будут так же быстры по этой критике. И сегодня уже РЭФ заявляется, да, возможно, мы рассмотрим. Я надеюсь, что он не только будет говорить, но и решать. Вообще, я скажу, что еще раз убедился, что у нас очень неудачный министр благосостояния. Нельзя человеку, который работал на позициях Минфина, выставлять в Минобласть. Невозможно. Понимаете, если за человеком не стоят реальные люди, если он не видит эту боль реальную, если не общается, то это ужасно. В том числе и господин Кучинский тоже, как бы, меня разочаровал, как министр здравоохранения он сейчас полностью не интересуется сферой. Еще раз говорю, после проблем в пансионате детском он должен был быть там, он должен был разбираться с людьми, он должен был разговаривать с персоналом, он должен был отмалчиваться. После проблем с ЭВСЛ, он должен был, в конце концов, не на меня орать на комиссиях. Произошло у нас на заседании, где он позволил поднять голос, и это было отражено даже у многих масс-меди. Я делаю вид, что он не понимает, что происходит. Сегодня проект ЭВСЛ, который удорожается еще на 5 миллионов, не является дружественной средой ни для врачей, ни для пациентов. Поэтому или он должен наказывать людей, потому что они остались в госаппарате на других должностях, или, в конце концов, должен расписаться, что не может быть министром здравоохранения и найти нормального специалиста, который мог управлять эту отрасль. Еще же, в этой отрасли в этом году очень большие деньги, и я хотел бы, чтобы деньги были потрачены с толком. Да. Мы бы все этого хотели. Что касается, вот еще, если мы говорим о действиях в парламенте. Вчера было принято и заявление с призывом господина Ремшевича уйти в отставку. Но все-таки, Андрей, вы давно работаете в парламенте, разные были заявления. Вам не кажется, что для парламента это как-то весьма унизительно? Принимать заявление, зная, что это никаким образом не повлияет на господина Ремшевича, и вообще у парламента нет возможности его снять. Спасибо за вопрос. Действительно, это как бы сегодня меньше касается жителей Латвии напрямую, но я хочу отметить, что при его назначении в 2013 году. Вы за него голосовали против. Я голосовал против. Я поднял эту распечатку. Да, у нас еще два коллеги с моей фракцией не поддержали. Почему? Дело в том, что координация ликвидации Крайбанки мне очень не понравилась. Насколько мы беззубо вели себя в премии ликвидации, насколько много было потерь, слухов по городу, и дистанцирование Банка Латвии от этой проблемы мне показалось очень подозрительным. У меня с вами есть общий знакомый, вкладчик, который пострадал, Раймон Паулс, который пережил многие времена многих лидеров, и он был как бы, он как человек, который пострадал от этой ликвидации, он говорил, что настолько плохая была коммуникация с вкладчиками, насколько беззубо они себя вели, насколько дали возможность разворвать банк, что, естественно, он тоже повлиял на мой выбор. То есть, администраторы, как обычно, обогатились, а вкладчики остались ни с чем. Я скажу больше, что не было принято эластичного решения, которое могло бы как бы отразиться на возможность спасти банк. Я скажу, и Паркс был ликвидирован совершенно некорректно, я могу понять записи, и те люди, которые любят критиковать, что я так умею с забора, как говорится, ругаться, но они могут понять, что я планировал уже тогда, имея данные, что будут многомиллионные потери. И господин Камперс, министр экономики, я помню, он мне кричал, что если я не разбираюсь в экономике, то ничего туда лезть. Но там было понятно изначально, что государство при продаже и одной части, и второй части, и богатые, хорошие, как говорится, хорошие, которые назвали цитаделл, и той, которая была неликвидная, от их продаж и от их ликвидации мы не получим того, что мы вложили. И надо было по-другому решить проблему. Это я говорю и сейчас, и тогда говорил. Поэтому я считаю, что Банк Латвии, как надзиратель за монетарную политику, за финансовую дисциплину, за всем, что происходит с финансами, должен был отреагировать на Паркс, и должен был отреагировать на Крайбанку совсем по-другому. И поэтому, когда очередной раз, я знал, что мой голос не будет решающий, я знал прекрасно, что мой голос не будет, но я оказался прав. Все-таки управленец, при всем своем шарме и всем остальным, он оказался не очень удачным. Возможно, с Рэпши он работал нормально, но и то у нас сегодня очень большие споры, стоило ли Латвии тогда делать самым дорогим платежным средством. Может быть, надо было по-другому делать. В момент кризиса стоило держать его на столько высокой планке, или надо было девальвировать, как сделали с английским фунтом, как литовцы сделали, как многие сделали. Почему нам надо было утупереться в эту 0,71, насколько я помню, да? Поэтому я считаю, что и мне не было сложно голосовать вчера, но очень интересная ситуация. Партия Венутыба, которая выдвигала его, Ашраденс, Рэрс, Ерсис, все люди, которые облизывали его в 2013 году, с таким же рвением, сегодня пенали. Пенали позором, да? Да, пенали его на нем. Это тоже было в истории, нет? Вы понимаете, здесь такая сложная ситуация. Даже если ты политически ошибся, так прими это туда достойно. Выйди и скажи, что мы ошиблись и попытались договориться со своим выдвиженцем по-другому. Они сегодня заняли такую позицию, что, мол, никто не помнит. Очень хорошо, что Делфи подняла все синаграммы, пока я показала, насколько они были арианы и защитники. Господин Рэрс был на трибуне, называл его светилом, господин Кирсис вообще называл его одним из самых государственных людей, которые в истории Латвии. И сегодня с таким же рвением фракция Фенотыба заявляет о том, что необходимо его сместить, сделает политическое заявление без всевозможных юридических последствий и пытается подставить парламент. Я объясню наше голосование. Мы не подписывали этот документ, призыв его это звать. Мы не были те, кто пытались его поддержать в кулуарах, когда обсуждение шло, может быть, сделаем. Мы сразу сказали, что если этот документ появится, если он будет без реакции, Рим Шеевич, то он не имеет никакого смысла. Но если мы вчера бы не поддержали его, то тогда математически поддержали его 55 человек депутатов, минус наша фракция в 20-ку, значит, получается, в лучшем случае 35. Это было бы очень негативно, отразилось бы это негативно на следственных органах, потому что они не понимают, они возбудили уголовное дело, они начинают разборку через КНАП, через политическую полицию, экономическую полицию, и тут парламент не поддерживает такой документ, призывом его отозвать. И я думаю, Центральный банк европейский, тоже бы как странно, вот у них следственные органы, возбудили уголовное дело, он даже двое суток сидел в тюрьме, и тут хлоп, парламент только с 35 голосами высказывает ему, как бы необязующий, но жест, давайте его отзовем. Что это такое за банановая республика? При всем том, что происходит в Латвии, при параллельных трех процессах с ликвидацией каких-то банков, у нас получается, что и парламент невменяемый. Он от партии власти создает документ, который не набирает большинства. Поэтому мы здесь больше как бы спасали честь республики, честь Латвии, честь парламента. Да, это звучит с нашей стороны высокопарно, но так оно и происходит, к сожалению, что в данном случае единственные вменяемые депутаты, которые были вчера на голосование, это мы, которые по большей счету сделали. Но начнем это дело и закончим. Пускай органы правоохранительные занимаются этим вопросом. Пускай занимаются. Да, Андрей Креметьевна в студии, депутат Сейма от факции «Согласие». Небольшая пауза новости рекламы. Не переключайтесь. Микс Ньюс. 612-12-939, телефон прямого эфира 612-13-939. Можете звонить, задавать вопросы нашему гостю. Сегодня у нас в гостях, напомню, депутат Сейма Андрей Креметьев. Вот мы говорили, может быть, о таких позитивных вещах, о пенсиях. Весна, все-таки хочется что-то приятное. Возможно, когда-то будет и наследование второго пенсионного уровня. Но есть и негативная повестка дня, мы ее наблюдаем уже регулярно, особенно отличаются представители ТБ Весу Латвии. И вот парадокс, что остальные партнеры по коалиции поддерживают фактически все, что ТБ Весу Латвии предлагает. Даже вот такой абсурдный вчера законопроект, который передан на обсуждение комиссии, о запрете агитаций на иностранных языках. Фактически любой предвыборной агитации, даже в Европарламент, где у нас иностранцы могут участвовать в наших выборах в Европарламент. То есть, приедет депутат Европарламента, он по-английски не обратиться к избирателям не может. Но это же полный какой-то абсурд. Почему, на ваш взгляд, партнеры все поддерживают? При том, что следующий законопроект, который был подан в пакете, говорит о сумасшедших штрафах за то, что ты не выполняешь эту норму. И для юридических лиц, и для физических лиц. В кодекс административных нарушений. И я скажу больше, они подали еще поправки к закону о труде, где тоже за требование знать русский язык они пытаются наказывать работодателей. Я как человек, который тесно связан с этим законом, я скажу, что первое, он является продуктом трехстороннего соглашения между работодателями конфедерации, профсоюзов, министерств, благосостояния. То есть, эти три организации должны разработать общую редакцию, и после этого они только ее поддерживают. То есть, это не писано закону уже на протяжении 20 лет. Как только мы создали две крупные и большие организации общественные, как только министерства их начали воспринимать серьезно, мы договорились в комиссии. Я помню этот договор, что только после трехстороннего соглашения, и когда все организации подписывались, чтобы был баланс между силами, мы принимаем норму. Это норма о наказании работодателей за требования знания русского языка уже три или четыре раза проходила через комиссию. Все общественники против, и она не получила послуженного большинства уже на стадии разработки в комиссии. То есть, она не выходила ни разу на заседание парламентского заседания. Просто, понимаете, об этом знаю не только я. Об этом знают и зеленые, об этом знают и венутые, что нельзя трогать закон о труде без согласования с партнерами. Что касается агитации, за полгода до начала кампании нельзя трогать закон об агитации. Тоже закон, который знают все. Есть юридический термин. Правой предсказуемости. Да, что люди, которые вступают в отношения с государством, должны четко знать правила игры. То есть, мы, как сегодня депутаты, как другие партии, которые хотят участвовать в выборах, должны четко знать, какие будут правила игры. Они сейчас заключают договора с пиар-конторами. Они сегодня заключают с агентствами об рекламе. Они, возможно, разрабатывают сегодня макеты, как будут выглядеть их плакаты. То есть, они сегодня уже работают конкретно над компанией. Они четко должны знать, какие должны быть буквы и на каких языках. Если этот закон будет утвержден, то он вступит в лучшем случае, в силу, при всей скорости разработки законопроектов в парламенте, как раз перед выборами. Это нарушение прав участников данных кампаний. Что касается теперь в доме погоды, как любит говорить Юрканс. Да. Дело в том, что национальное объединение почувствовало вкус власти. Они мощно прижали Шадурскиса по школьной реформе. Они полностью снесли все, что выстраивало более-менее нормально. Коммуникацию с нами увенуты бы. Они сместили всех людей, которые помогали нас среди зеленых и крестьян. То есть, сегодня доминант этой политической группы очень прирос. И те люди, которые говорят, ну, не пойдем мы голосовать за Сасканю, потому что они могут. Вот эти люди могут создать в том числе абсолютный доминант национально озабоченных людей в парламенте. А это будет с тем другой парламент. Даже если избиратель не приходит, не голосует за наше крыло, то это моментально усиливает их. У них сегодня в лучшем случае получается 15 мест. Если что-то изменится на нашем фланге, то пропорционально увеличится у них. А это совершенно безбашенные товарищи. Они совершенно не видят границ. То есть, вы думаете, что это еще будет хуже, чем сейчас? Ну, это будет как сейчас, когда любая норма, касающаяся населения, которые им не интересны, как избиратели. То есть, мы прежде говорим, что русскоязычных сейчас. То есть, не вредить. Не то, что вредить, делать все, что было бы хуже им. То есть, ни на работу нельзя на русском не спросить, ни в образование получить, ни все остальное. Все. Они просто будут сметать. И если эту идею поддержат еще не совсем адекватные депутаты от ЗЗС, вы даже не представляете, как они далеко не уйдут. Я же вижу эти настроения, потому что раньше мы с Сави обсуждали Добелеса, Табунца. Те люди были конъюнктурой. Они танцевали от того, что требуют от них национально озабоченные издания. Там Латвия, Сави, Лау Куави за тот момент. Эти же с полной уверенностью, что они сейчас борются с большим русским медведем. Это озверелось в глазах. Если мы говорили, что кулуарно как-то странно, мы коммуницируем с депутатами от национального объединения. Сегодня они настолько одержимы и непредсказуемы, что мы не то, что даже коммуницируем, мы даже не здороваемся с ними. Потому что они совершенно зазомбированные такие монстры, которые реально готовы растерять. Если их будет много в будущем парламенте, то я скажу, что будет очень страшно жить. Подумайте, сегодня они говорят о том, что 16 марта должно быть отмечаемым свободным днем. Вы представляете, о чем речь сегодня? Если мы об этом празднике пытаемся сместить, и уже не допускаем туда министров, не допускаем туда официальных лиц. По большому счету пытаются сделать вид, что этот пенсионер ходит к памятнику. Они пытаются его узаконить, и скоро будут заставлять трудовые коллективы ходить на них. Я так понимаю, что накануне 16 марта соответственно законопроекта не готовятся внести, да? Ты понимаешь? На следующей неделе. Ах, как перепугались депутаты от Фенот и от Зеленых, что же делать? Понимаешь, они прекрасно понимают, что коричневые наступают, но настолько перепуганы их давлением, какими-то, возможно, пиар-акциями, хождениями с факелами, что они боятся, что противопоставить им. И чем больше, а я скажу, что в рейтингах появляется заметное изменение конъюнктуры, обрати внимание, что на 2% прирост только у националистов. У националистов, да. И ты представляешь, если такая тенденция сохранится, и все говорят, ну ладно, что, хуже уже не будет. Поверьте мне, при приходе коричневых намного будет хуже. И я еще больше скажу, Олег, подожди, 5 секунд. Да. Партия консервативная, которая приходит к власти, с Ютой, с Титой и Бордансом, они еще круче националисты, чем эти. И если они объединятся, и если у них будет контрольный пакет, я вам скажу, что до репрессии будет полшага. Да, вот такая, к сожалению, ситуация. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, господин Крементьев. Вот быстренько таких коротких три вопроса. А вот должно ли и могла ли вообще государство наше вступиться за банка БЛВ и спасти его? Второй вопрос. В тот момент, вот когда была ясность, что банк уже не ликвидирует, а принимается решение, была ли, прошла такая информация, что резница Озола была в Америке. Есть у вас такая информация, была ли она там или нет? И сейчас третий вопрос выскочил. Ну, я надеюсь, что вы еще, может быть, успеете позвонить, пока наш депутат будет отвечать. Я быстро отвечу. Да, данной резницы Озола не было в Америке в этом период. Дело в том, что если мы размотаем всю эту историю, то мы видим, как происходили события на этих выходных вне компетенции или вне поля зрения двух основных наших представителей исполнительной власти. Молчали они. Кучинский был перепуган. Данная резница Озола сделала прессу, когда было все уже как бы предрешено. Я считаю, что... Ну, я слушал ваше интервью с Буймейстером, он лучше разбирается. Что эти три процесса, которые произошли на выходных, это задержание Римшевича, Норвегбанка и АБ, это случайное течение обстоятельства. У АБ были проблемы с американскими банками и закрытие счетов долларовых, да? Еще до того. Да, до того. И они, возможно, могли бы взять паузу и могли взять деньги законно у Латвийского банка и выстоять. Но в связи с тем, что Латвийский банк находился в недееспособном состоянии, потому что глава был в тюрьме на тот момент, то, что Норвегб говорил о взятках, параллельно фоном шло, тем более, не забывайте, что он говорит, что это из Британии, это все-таки респектабельное место для прослушивания советов, да? Это все создало, что АБ просто не смог сориентироваться. И наши власти, к сожалению, проявили такую мягкотелость и не пытались даже проверить факты, которые были указаны в докладе финансового этого комиссии. Сегодня эти финансовые товарищи прилетели с Америки, и они какими-то приехали таким интересным чемоданчиком, в котором типа есть какие-то доказательства. Вот интересно, если там доказательства есть неоспоримые, то тогда да, проблемы не будет. Но если они окажутся старыми, по которым уже работали наши надзирающие органы, то будет очень много вопросов, когда они резницы возраста. Как же так? Она не отстояла собственной налогоплательщика своего. Не будем говорить, что это банк. Мы будем говорить о том, что это финансовое учреждение 18 миллионов в год платило в бюджет. Значит, на 18 миллионов в год мы могли позволить себе больше, чем после его ликвидации. Это, говорим о, тысячи человек, которые платили налоги, и которые были трудоустроены, и которые, по большому счету, не обращали к государству за социальные помощи. Вот как она будет из этого выходить? Я вам больше скажу, что в бюджете уже учтены финансовые потоки от ЛБ, ЛВ. И я больше скажу, что их участие в экономике, они работали непосредственно еще в недвижимости, в сфере недвижимости, они что-то строили там в Наханзе. То есть, их влияние и на рижском бюджете, и на... Я не собираюсь защищать. У них есть адвокаты, пускай работают. Но мне, как человеку, который работает с бюджетом, и который живет за счет бюджета, очень жалко эти 18 миллионов, которые мы не получим. Это первое. Второе. Я считаю, что я не очень уможаю Каловитиса по поводу проведения его финансовых всевозможных реформ. Но то, что он рассказал про работу с ВФ-банком, с мультибанком, что он ездил все-таки в Америку и договаривался, если на мультибанке выкарабкался, ВФ не выкарабкался, но он пытался что-то сделать. В данном случае я не видел ни от Минфина, ни от господина Кучинского реальных каких-то попыток спасти налогоплательщика. В данном случае, если проблемы были, ты должен был их не допустить. Но просто так дать людям потонуть, ну да, сегодня такие у нас министры и премьеры. К сожалению, еще один звонок мы примем. Добрый день, слушаю вас. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, господин депутат, если же эти националы у нас такие страшные, да, они кразят так в общем всем нам чем-то очень нехорошим, почему же вы не используете общемировую практику, вводя тысячи своих верных подскурников и избирателей на улицу? Вот, ведь сопротивление должно быть реальным, и избирайте, когда всех поделать-ка возьмут. Даже 16-го числа антифашистов и ту на задворке выставляет ваша фракция, которая сидит в русской дуле. Да, по поводу уличной демократии. Ой, вы понимаете, как бы это очень ответственный шаг, вызвать людей на улицу. Это большая ответственность. И сегодня я считаю, что нет еще настолько драматических ситуаций для того, чтобы призывать людей на улицу. Я напомню, два события через мою политическую жизнь прошли. Это побоище около еще Рижской думы, помните, когда... В 1998-м год. В 1998-м год, когда били пенсионеров. К сожалению, пострадали простые люди, но не пострадал никто из политиков. 3 марта 1998-го года. Да, вот мы с Абеком помните события, да. Ину Харламову, других активистов, которые реально пострадали от этих репрессий. А политики не пострадали, к сожалению. Мы помним 13 января, да, события около парламента, когда били окна. Девятого года. Девятый год. Значит, господин Штокенберг и господин Пабрикс созвали митинг, вызвали людей. Как-то получилось так, что толпа оказалась неуправляемой и пошла бить парламент. До сих пор люди сядут в тюрьме за эти события. А Пабрикс комментирует от правящих, насколько он сегодня у нас либерал, демократ, давайте объединиемся и сидит на 10 тысяч евро. А парень, который поверил ему, да, в месяц, сидит в чешской тюрьме. Его там бьют. Его там бьют и не может его вытащить оттуда. Вот, 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 вот. Поэтому, вы знаете, все-таки не будем спекулировать все-таки призывом быть на улицу. Есть у нас демократический инструмент как выборы. Мы можем мобилизироваться. Я не говорю, это за нас. В общем, мы другие политические партии. Но мы должны все-таки не дать возможность тем людям, которые реально угрожают стабильности. Я даже, понимаете, дискуссию. У нас был, это не было закрытое седание, поэтому я могу рассказать. Вот, приходил к нам господин Мазит, руководитель СААБа, да. Я ему сказал, вы понимаете, вот мы говорим о каких-то высоких материях здесь, о допусках и так далее. Вы понимаете, что сегодня радикалам быть модно. То есть, быть в интернете человеком, который радикально охаивает соседа, инакомыслящего, да, у нас стало очень популярно. И очень много политиков из нормальных ребят и довольно либеральными взглядами становятся радикалами, потому что это востребовано общество. Не кажется, что это может вызвать в будущем большие сопротивления? Он сказал, что да, радикализм в Европе вообще, прирост радикальных силовых популистов, это может в будущем отразиться на обществе. И мы видим прекрасно, что в Европе, в Австрии и в Италии к власти приходят люди такие, которые в жизни никогда не могли получить такие мандаты. И если в Латвии это произойдет, возможно, такая стресска нужна Латвии, да, но я не скажу, что мы эти годы будем жить лучше, чем сегодня. Поэтому в данном случае не призываю там голосовать за мою политическую силу, а просто просматривая весь политический спектр, который будет предоставлено вам проставить оценки. Да, обратите внимание, что не участие или не приход, он может как раз дать возможность тем хорошо мобилизированным людям с факелами, которые ходят у нас по улицам, составить большинство. Их в обществе меньшинство абсолютное. За них сейчас даже получим рейтинг голосует 8%. Но при отсутствии нашего избирателя УУРН у них моментально эта восьмерка превращается в двадцатку. Вот вам, пожалуйста, и математика. А если они получат больше, чем сегодня, то они, поверьте мне, мобилизуют всех остальных таких же думающих или конъюнктурных из других политических объединений. Что и происходит. Я реально скажу, что ЗЗС и Венатый просто боятся вступать в конфронтацию с этими молодыми оголотелыми политиками от национального объединения. Просто боятся. Те люди, которые раньше считались флагманами национального объединения, как ГАИТИС БЕРЗНИЧ, ДИНТРРАСНИЧ, они очень близко не стоят к тем молодым соскалам, которые занимаются не только агитацией, но и конкретными призывами, какими-нибудь радикальными методами повлиять на нашего избирателя и на инокномыслие. То есть, такой активности, как парламентского секретаря ЕСЛНЕКСа, мне кажется, он тем, сколько занимается, что выдает лозунги в социальных сетях. А такие люди могут как раз и привести к репрессиям. Еще раз говорю, что я не призываю к какому-нибудь ответственному шагу, но обратите внимание, что у нас рядом растут радикальные люди, которые не считают русскоязычное население вообще достойным. Не то, что получают какие-то там пособия, а вообще жить в Латвии. Да. Чтобы подтвердить, что вы не просто заявили, обратите внимание, нормальный социальный проект, который делает Нилу Шаков по городу Риге. Все пенсионеры имеют право ездить на транспорте бесплатно. Нормально, нормально. Так они же поймали то, что люди, латвийцы, которые прожили в Латвии, получают пенсии в Латвии, получив паспорт гражданина Белоруссии. Ну, с видом на жительство. Ну, да, но вы понимаете. Или для России. Или для России. Но это люди, которые, по большому счету, взяли гражданские паспорта от других стран, потому что просто хотели выращивать на пенсию. Да? Ну, так. Я все равно уже понимаю. Да. Мы же прекрасно, мы люди как бы не с Марс, они хотели через закон запретить пользоваться этой льготой. Им объясняют. Это социальный проект. Какая разница, какой паспорт. Если человек всю жизнь работал в Латвии, если он платил налоги, если он житель Риги, он имеет право так же ездить на этом транспорте, как и с паспортом негражданина или с паспортом гражданина Латвии. Нет, вот им надо выловить их и высадить с этого автобуса. Вот в чем дело. Вот такие люди, по большому счету, сейчас рвутся к власти. Да, спасибо большое. Я вижу, что были звонки, но совсем у нас уже нет времени. Нам нужно заканчивать. Еще будем вас приглашать. Андрей Климентьев у нас был в студии, депутат Сейма. Спасибо. Спасибо.